Приветствую вас, здесь ситуация двоякая. С одной стороны можно говорить о том, что вы себя стыдитесь, с одной стороны можно говорить о том, что вы считаете себя, вероятно, какой-то не такой, вот вы считаете себя, какой-то может быть странный, может быть непонятный, какой-то дефектный, да, ненормальный. И, собственно, вы себя как-то вот обесцениваете, с одной стороны. Это один момент. И другой момент, другой важный момент, это то, что вы много внимания уделяете, как мне кажется, тому, как вы будете говорить, вместо того, чтобы уделять внимание тому, о чём вы будете говорить. То есть понятно, что то, как вы говорите, это важно. Вне всякого вообще сомнений. Это важно. Но, важно и то, о чём вы говорите, если внимания не уделять тому, о чём вы говорите, то ситуация будет складываться, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Вот. Потому что получится в таком случае, что вы говорите поверхностно. И общение, общение ваша, ваша общение, оно тоже развивается, получается в таком случае поверхностно. Вот. А это, как вы понимаете, практический крест на вашем общении. Потому что здесь всё дело будет упираться в некоторую такую, ну, временную историю. Да? Вот. Вот. То есть, время. Будет время. Только. Вот. Поэтому вам нужно работать в нескольких, как мне кажется, направлениях. здесь. Здесь. Первое. Это. Обязательно. Развитие своих интересов. Чтобы разговор был, ну, наполнен, так сказать, содержанием. Да? Чтобы вы говорили о том, например, о чём интересно вам говорить. И всё. Чтобы вы, там, не пытались подстраиваться под человека, если вам, грубо говоря, тема не интересна. Да? Вот. Это первое. Второе. Это, значит, работа с комплексами. Вот. Как мне кажется, есть некоторая сложность у вас в том, что вы себя не принимаете. Есть сложность, что вы себя в какой-то степени отвергаете. Вот. И вы себя считаете, там, условно говоря, какой-то вот не такой, да? Какой-то странный, странный, ненормальный и так далее. То есть, ну, при таком подходе, конечно, устраивать, ну, устраивать общение будет весьма трудно и тяжело. Вот. Это, как мне кажется, вполне нормальная, вполне адекватная история. Вот. Поэтому здесь, как мне кажется, нужно работать над самооценкой и над освобождением от комплексов ваших, вот, которые у вас есть, да? И, которые вам, скорее всего, мешают, вот, достаточно, наверное, сильно вам мешают, вот, если вы, ну, себя так вот чувствуете, если вы так к себе относитесь. И дальше вам будет легче. Конечно, есть элементы, возможно, как бы, затоофобии, так вы пишите, что я не могу нормально общаться с людьми, вероятно, вероятно. Я не знаю, но, вероятно, вы в людях чего-то боитесь, вот. И это может быть связано только с тем, если вы чего-то, ну, если вам тяжело общаться с людьми, то это связано только с оценкой себя. То есть, то есть, ну, вы себя как-то оцените. Вот, и себя вы оцениваете, ну, вероятно, негативно. Вот, поэтому с негативным восприятием себя и постепенным отказом от оценочных таких суждений, в отношении себя. Мне кажется, нужно работать. Вот, и тогда у вас все потихонечку, постепенно, постепенно, ну, как бы, наладится, как мне опять же видится. Сейчас вы очень много времени тратите на борьбу с собой, да, и общение само собой не складывается, потому что, ну, вы слишком, о, слишком заняты, слишком занят вот этой вот борьбой с собой, как бы. То есть, не общение, да, с человеком, а именно борьбой. Это, конечно, ну, помимо, помимо вообще того, что это выматывает, очень сильно выматывает. Вот, помимо этого, это еще и, ну, якобы, якобы подтверждает ваш теорию о том, что вам что-то не так. Но на самом деле, это не правда. Вот, примерно, такой ответ я хотел бы вам дать. В этом все. Надеюсь, что помог. Желаю всего самого доброго удачи. Буду надеяться на ваш отклик.